МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он будет заезжать на Бодрую и Евдокимово. Откроют маршрут номер 76 Гребной канал, рабочий городок, и 2А, который ходит от ЖК Измаилевский парк до Центрального рынка. Прекращено движение 20 поездов от Адлера до Сухума, следующих через Ростов-Главный. Также оказались заблокированными больше десятка поездов, следующих в Ростов сообщает пресс-служба СКЖД. Движение поездов приостановлено из-за режима чрезвычайной ситуации на Кубани, где вода и селевые потоки размыли целые участки железной дороги. На данный момент пассажирам задерживающихся поездов предлагают альтернативу в виде билета на самолет или компенсации стоимости билета. Ростовский цирк откроют после большого перерыва. Как сообщает ДонТР, 12 миллионов рублей больше полугода потребовалось администрации цирка, чтобы устранить все предписания МЧС по пожарной безопасности. Теперь здесь смонтировали все системы оповещения и тушения, заменили деревянные пожарные щитки на современные металлические, перетянули обивку на скамейках в фойе и починили раритетные светильники. РПЦ попросила в собственность еще одно здание Старочеркасского музея. Как сообщает ДонНьюс, такое письмо отправил министру имущественных отношений области митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Письмо датировано еще 3 июля, однако опубликовано оно только сейчас. Напомню, до этого РПЦ уже претендовала на 4 здания музея. Церкви передали только фонда хранилища, 3 других стали причиной судебных разбирательств. Стороны прошли все инстанции, пока Верховный суд РФ не отказал епархии в притязаниях окончательно. В России резко выросли цены на сахар. Такие данные публикует Минсельхоз. В материалах министерства причина роста не указана. РБК сообщает, что повышение оптовых цен началось в сентябре. Это связано прежде всего с низким урожаем сахарной свеклы. Площадь посева культуры в этом году сократилась, а урожайность на юге страны упала на четверть. Все вечные огни в Ростовской области возьмет на себя Министерство обороны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. В вооруженных силах разработали правила централизованного учета мемориальных сооружений. По требованиям Минобороны вечный огонь будет гореть постоянно, а огни памяти будут зажигать 7 раз в году. В дни государственных праздников и даты, памятные для всей России. На украшения Ростова к Новому году потратят 9,6 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Планируется украсить Большую Садовую, все основные площадки города, а также улицу Пушкинскую. Так, на пересечении Большой Садовой и Соборного установят объемную композицию 2019. У парка Горького установят композицию «Жар птица». Появятся арки на Пушкинской и у кинотеатра «Россия». А площадь Советов украсят Снегурочки и Деды Морозы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова